Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! И сегодня у нас шашлык. Я решила его заказать, и когда я увидела, насколько красиво он пришел, я не стала уже раскладывать чисто как мы с вами привыкли, а просто оставила так, как есть. Посмотрите, как круто! И здесь еще картошку фри положили. Перчик, помидорки, рис. Здесь у нас люля и обычная шашлык. Обычная шашлык. Также мне положили 4 различных соуса. Сейчас мы будем их пробовать. Я даже не знаю, какой-то своеобразный интересный соус. Давайте вот так вот его будем в него макать. И еще мне положили очень много хлеба, честно. Но я это все буду, конечно же, кушать без хлеба. Кто кушает вместе со мной, то вам приятного аппетита. У меня отличное настроение. Скоро поеду в деревню. И так как там не смогу снимать контент. Точнее, я смогу снимать, но не смогу его выкладывать. Поэтому... Не знаю, вы слышите или нет. Просто настолько сочный шашлык. Это просто супер! Очень вкусно! Давайте еще попробуем люля. Я обожаю люля. Но, к сожалению, будем прям руками. Потому что ножик остался в другой комнате. Неохота заниметь я. Еще, кстати... Здесь у нас немного риса. Я раньше рис не особо любила. А в последнее время... Все, что входит в состав роллов, я люблю. Абсолютно все. Как это вкусно просто! Это, конечно, много. Это порция на два человека. Но, я думаю, ничего страшного. Знаете, как? Вот ты садишься снимать мукбанг. Если ты поставишь на стол слишком мало... Тебе обязательно в комментариях напишут... Что за бедный стол. Обязательно начнутся сравнения с другими блогерами. Что я не дотягиваю и все остальное. А если ты... Разложишь очень много... И не доешь... Опять начнется недовольство. Потому что ты не доедаешь до конца. Зачем перед собой ставить, делать картинку, если ты все равно не можешь доесть до конца. Я заметила? Что мукбанги также начали снимать девчонки в инстаграме и в тиктоке. И они просто чисто... Одна тарелка еды, одна порция. И делят это на несколько видео, где обсуждают какие-то темы, отвечают на вопросы. Тоже интересно получается. Но я заметила, что они не так сильно заморачиваются. Как это делают у ютуба. В любом случае, людям не угодишь. Одна мне пишет... Под прошлым видео... Сидишь, жрешь. Потом детей будешь водить в школу. Одноклассники будут интересоваться. Это твоя бабушка или твоя мама? То есть, типа, намекая на то, что мне пора заводить детей. Самый нелюбимый тип комментариев мой. Когда лезут тебе... Прям, знаете, в самое личное. У вас на Кавказе... В 16 лет все замуж выходят. Что за бред? Вот реально, что за бред? Я когда переезжала в Азербайджан, я почему-то была уверена, что здесь каждый умеет танцевать лесгинку. Я была в шоке, когда у нас был последний звонок. Кстати, вот так вот положу, чтобы было удобно. Хотя так вам не видно. Ну, в общем, я была в шоке, когда у нас был последний звонок. Прозвучала лесгинка. Я думала, вот сейчас пацаны начнут зажигать. И оказалось, что ни один из моих одноклассников не умеет танцевать лесгинку. Ну, и я в их числе. Потом такой пацан из соседнего класса, из параллельного, увидел, что ситуация действительно какая-то некрасивая получается. Он вышел. Начал кое-как танцевать. Мой любимый красный лук даже положили. Представляете? И вот паренек из параллельного класса начал танцевать, а мы все вокруг хлопать. Типа, мы тоже в теме. Так что не верьте этим стереотипам. Кто вам сказал, что здесь в 16 лет выходит замуж? В деревнях соглашусь действительно так. А все почему? Потому что особо образования не получают. Думаю, что делать? И то в деревнях тоже строго после 18 лет. Там может появиться какой-то парень. Отношения, все дела. Но замуж после 18. Среди моих одногруппниц я не могу сказать, что все там замуж повыходили. Есть, конечно, процентов 99. Но не все же. Ладно, шучу на самом деле. Просто, к примеру, я всю жизнь останусь одна. Вас это как беспокоит? Просто мне очень интересно. И это пишут не только мне. Пишут разным людям. Девушка там 37 лет. Тоже мупанки снимает. И вот до нее тоже прикопались все. Когда дети, когда дети. Однажды моя одна подписчица мне написала, говорит, как у тебя может быть парень, если у вас там только после замужа, что можно увидеть парня. Кто вам вообще несет такую информацию? Люди знакомятся, встречаются. Очень много девушек даже выходят замуж за границу. Я правда не знаю, как они находят этих людей. Мне вот очень интересно. Причем таким образом, что сразу ей делают предложение. она выходит замуж и уезжает. Причем женихи такие из Америки, из Европы. она вообще это сына Ван Дамма. Замужем вышла, вышла сколько лет уже. Живет счастливо. Так что, вот эти стереотипы, они мусульманин нельзя. Когда я это слышу, я просто в шоке. Я живу как будто в параллельной реальности. Или там такая традиция, как красть невест. Я уже сколько, 12 лет живу в Азербайджане и ни разу не видела, чтобы кого-то украли. Вот ни разу. Однажды был один случай, который я видела. Девушка вышла замуж. Точнее, она просто убежала со своим молодым человеком, с которым она училась в универе вместе, потому что ее родители были против. Родители были почему против, потому что он приехал из деревни в город учиться, и они планировали дальше жить в деревне. Она девушка из достаточно обеспеченной семьи, и родители ей объясняли, что она делает ошибку, что жизнь в деревне не такая уж простая. Ты не знаешь, что такое нищета, безденежья и все остальное. Но она, опять же, естественно, не послушалась, послала всех. И в один день просто собрала свои вещи, когда никого не было дома, и они уехали вместе. И вот ее брат потом ее искал с угрозами, что как-то посмело. Мы же хотели для себя лучшего. Вот такая вот ситуация была. Это единственное дикое, что я видела. Ну, а так всем по большому счету все равно. Ну, тут тоже, знаете, семью тоже могу понять, потому что в подростковом периоде ты не совсем осознаешь все сложности. Тебе кажется, что вот бабочки, любовь, а когда вот начинаются реальные проблемы, ты начинаешь осознавать, что все не так уж и легко. Просто за последнее время я заметила одну особенность, что раньше в Азербайджане делали более пышные свадьбы. Сейчас очень много пар, которые просто расписываются и едут куда-то отдыхать или делают какую-то вечеринку. Я бы, честно, с удовольствием сделала бы просто вечеринку. И мой парень, кстати, тоже так считает. Он говорит, зачем вот эта традиционная свадьба? Эти все родственники нужны, с которыми я даже, например, не общаюсь, не близкие родственники, а позвать нужно всех, потому что если не позовешь, они обидятся. мы с ним обсуждали эти моменты. И он вообще за то, чтобы просто пойти в ЗАГСе, расписаться и все. эти деньги потратить на отдых в какой-то стране. Я бы тоже выбрала этот вариант, но тут родители, мои родители, они хотят пышную свадьбу, чтобы показать всем родственникам свадьба. Вот кажется, что пышная свадьба это легко. Просто если посчитать, то такие расходы. Есть очень много людей, которые мы ходили на свадьбы, и их даже приглашать не собираемся. Так что некоторые прям переживают за меня, что я кого-то говорю, говорила, что вы хотите пожениться, почему не женитесь. Есть вот такие вот моменты, вопросы, которые нужно решить. Дай бог решим, и все остальное тоже будет. Еще знаете, о чем я думаю иногда? вот этот вот брак на конце своей жизни я успею им насладиться. вот эти годы, когда я могу встать в 12, когда я могу чисто просто свой день посвятить тому, что просто снять мукбанг, просто посидеть, пожрать. вот эти деньги, к сожалению, их вернуть будет очень сложно, потому что начнутся заботы. Надеюсь, что у вас вопросов не будет, потому что у меня все хорошо, но относительно хорошо, конечно, бывают какие-то проблемы, скандалы, склоки, но это у всех бывает, мне кажется. Вроде как глобальных никаких проблем нет, но все хорошо. На этом все, всех люблю, целую, с вами была Айка, пока!